Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, слушатели, зрители. Рад вас всех видеть, слышать. Один из самых распространенных, я может дополню, не перебью, вопросов мне люди часто пишут. Вот этот человек говорит, что был на Луне. Я вообще говорю, практически во всех случаях, если человек говорит, что он был на Луне, значит, это так и было. Потому что, насколько я знаю, человека от балды просто не будет это говорить. И если человек говорит, что он был на Луне, я говорю, даже не сомневайтесь, да, он действительно был. Потому что от вольного это не приходит. Вот реально, когда я просыпался, я как будто улетал с Луны. Вот падал в ее обратно на землю. Так правильно, все так и происходит. Просто не все это помнят. Там из нас практически все, кто сейчас висит, это были не один раз. Просто не все помнят. А там Луне, там есть ли килограмма, или что это вообще, или экран вообще? Внутри или снаружи? Снаружи, это же мы видим. Это же техногенное устройство, которое нам создает картинку. То есть она визуально может нам создать картинку пирамиды, может там квадрата. И сейчас она закамуфлировалась. То есть если она сбросит свой камуфляж, она будет выглядеть как белая сталь, такая, блестящая на солнце. То есть абсолютно зеркально. Вот в летописях же я сейчас постоянно говорю. Хотите узнать детали про Луну? Летописи страны Ариев. И там подробно рассказывается, как этот космический корабль прилетал, как он выглядел, как выходили родичи, как эти родичи радовались, которые в этой ячейке нашей жили, что прилетели их. Ну это как из Харькова-Владивосток к родственникам поехать. Я когда-то ехал 7 суток Харьков-Владивосток. Это я вот говорю, что я проехал 7 суток, и я ни одной страны не увидел. Деревья видел, города видел. Стран нет, не видел. То есть это камуфляж. Они как бы понимают, что не каждый выдержит оригинальную форму. Тем более она относительно недавно на ремонт улетала в соседнюю ячейку, потому что ей было сильно повреждено. Есть такая древняя славянская сказка, когда прилетели белые лебеди на пляж и скинули свои одеяния, и стали красной девицей, пошли купаться. За кустом сидел там, допустим, Иван. Один из этих одеяний он украл. И те лебеди вышли, улетели, а одна девушка без своей лебединой шкурки осталась. Она же подходит к кусту и говорит, если ты там старец, будешь мне отцом. Если ты там красный молодец, будешь мне мужем или братом. Это оригинальная сказка звучит. А вообще в этой сказке рассказывается на самом деле, что эти девушки были виллы или по-нашему валькирии. И вот эти костюмы у них были, ну как на современный, как они называются, гидравлический, или как он называется, экзоскелет. Да, это они были в экзоскелетах. Ну вот, и просто он этот экзоскелет украл, а она обыкновенный смертный человек без техники. Оригинальная сказка вообще, если не ошибаюсь, добром заканчивается. Но в оригинальной истории, когда она все-таки у него через 10 лет украла из ящика этот экзоскелет, она полетела за своими сестрами, и его дом сожгли, и всю деревню, где он жил, она ему отомстила за то, что он ее 10 лет это, ну, типа в рабстве держал. Вот, вот такие вот сказки, они же вообще, все сказки, если их направильно на них смотреть, они рассказывают истинное положение вещей. Вот с луной, вы же может помните, я про колобок рассказывал, что на самом деле колобок сказка означает. Что это луна, которая гуляла по чертогам. Прилетела в чертог медведя, там, волка. А когда прилетела в наш чертог лица, он ее съел. Да, я слушаю вас. Наверное, что-то так притянули туда, Слава. Сказка моя любимая тема, потому что у меня до сих пор осталось 200 виниловых пластинок со сказками. И я все время был один дома, и там где-то с 4-5 лет я вот эти пластинки постоянно ставил, и постоянно их слушал. Были много очень старых сказок, я их до сих пор помню. А уже когда повзрослел, я многие сказки просто начал переводить на современные наши понимания. То есть, если, как я говорю, переводил пример сказка «Крошечка-хаврошечка», которую она своих сестер усыпляла, спи правый глазик, спи левый глазик, а сама пошла в портал и начала гулять по другим ячейкам. Ну, в сказке-то, понятно, они могли написать пирамиды, порталы, написали, что она в ушко коровы залазила, а из другого ушка вылазила и попадала в другую ячейку, ну, в другие земли. Вот, просто, как неизвестно, вернее, как бы знания у меня, у меня фигурируют две луны. Вот, хотел узнать, вот это второе падение, она только из-за посолителя. В чем мне, ну, как многие меня не понимают, но мне чем легче это, даже те же знания считывать, я скорпулезно не подхожу к каждой детали. Знаете, как вот, я вот бывший официант, у меня был такой трюк, это не фокусник, как можно было скатерть убрать это со стола, не обнажив крышку стола, если даже на ней полностью стол накрыт. Вот я иногда это показывал, этот трюк. Я информацию никогда, вот, берем стол, берем скатерть, я ее по миллиметру не накрываю, я всегда накрываю информацию полностью сразу весь стол. Я детали не разбираю, потому что события, которые в нашей ячейке происходили, они как колода карт, они мешались, и за последние 40, допустим, тысяч лет произошло на самом деле гораздо больше событий. К чему это говорю? Ту информацию, которая тебе известна, она абсолютно не противоречит моей, а только дополняет, разница ли в том, что это было всего лишь два разных периода. Я рассказываю о событиях, допустим, 5 тысяч лет назад давности, а ты, допустим, о 10 тысячах лет назад. Вот и вся разница. Мы же не можем обустраивать четкую нитку события. ...это технологии, потому что вот цифры, вот эти вот мне тоже нельзя. Никогда, сколько лет назад, я сразу. ...и вот эта группа создалась именно благодаря ему, чтобы... ...спасибо, Дмитрий, и вам всем спасибо, что сейчас со мной, всем вместе мы. ...замечательно. ...ну, такое немножко, да, вредимая Диме, потому что он сам, наверное, себе не расскажет, что просто он поверит в это, я думаю. ...ну, уже включил положительные потоки. ...ну, лучше, я стараюсь слово «проблема» не использовать никогда, всем рекомендую. Она негатив притягивает. Если я говорю... ...задача. ...задача или вопрос. Ну, я просто, я не кашпировский, но я уже, честно говоря, дал установку на добро. То есть она уже, этот вопрос уже уходит в лето. Да, то есть идёт полностью положительные моменты. ...самый главный, это имя, я и праздник. Всё, если мы нашли это, а потом уже можно славить. Сабанкуль, поляну на крыть, ребята сели, вымутывать, кричат. ...значит, вымутывать. ...все, хватит, у меня вот всё. ...уже я понял, и вовсе не просил. Рекламная пауза. Вот, Алмаз, как бы ты слово «друг» бы разобрал бы? Вот я сейчас посидел, мне стало интересно идти мало... У меня здесь много, у меня в данном случае... Ну, вот я слово «друг» бы хотел, бы, свою версию озвучить. ...друг, это которую руку просили, и без ковальства, и... Нет, это мы все знаем, а если разобрать слово... Я начну с последней буквы «га». Ну, мы знаем, что в нашем языке любое движение или путь связано... ...телега, нога, дорога, гагара, лети-лети, гагарин, лети-лети. То есть я с последней буквы. То есть мы теперь с вами знаем, что «г» это путь или дорога. «Ру» это в нашем языке означает... ...это свет... ...ру, русы, «ру» это свет. А «д» можем использовать как «дающий». И у нас получается «дающий светлый путь». «Друг» это тот, который указывает светлую дорогу. Это получается, что ты по... ...по азбуке нашей... А я буквицу вообще обожаю. Я такие слова самостоятельно разбираю. Кстати, пока не забыл, потерял великолепную лекцию. Так хотел на свой канал выложить. Забыл лектора, он всего лишь с одной этой лекции вышел. Владимир Говоров через посредника узнал, как бы узнал про его вот эту лекцию и дополнил свои знания. А там получается этот человек на доске нам расписывают, что цвета, ноты и буквы имеют одну смысловую нагрузку. И он настолько это... Ну, семь нот каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ну, вообще есть по умолчанию и в «Радуге». Вообще наш мир держится на цифре девять. Она вообще на самом деле во всем присутствует. Там девятый вал, там... И вообще девять практически везде можно найти. Так вот, по умолчанию у «Радуги» есть еще два цвета. Черный и белый. И в нотах, я сейчас забыл, тоже еще две ноты скрыто. Ну, назовем их условно черное и белое. Они есть, они как вот этот хомячок. Мы его не видим, но он есть. Да, он в этой гамме находится. Так реально, если посмотреть на фортепиано, там есть две пары клавиш, между которыми нету слов. Нету черной клавиши. Совершенно верно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А потом... Рекламная пауза. Рекламная пауза. Это... У меня часто спрашивают, как наша Земля выглядит, если на ее со стороны смотреть. Вот мне сейчас шикарную фотографию прислали. Включите, пожалуйста, образное мышление и посмотрите. Вот этот человек в руках, по сути, держит аналог нашей огромной планеты. Как будто Рубро. Все видят? Это еще? Фотографию ты можешь увидеть, Алмаз, прямо в скайпе, где мы сидим в конференции. Алмаз. В группе, да? Угу. Да, в чат. Ага. Что-то, 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 что-то. А что теперь увидел? То есть меня постоянно добивается, как выглядит наша планета. Я вот, вот, пожалуйста. Вот она и есть. Вот она и есть. То есть слоями. Мы же тоже где-то находимся на четвертой или на третьей. Это выше нас, выше соты и вниз соты. Я тебя легко понимаю. Очень надо. И физически даже могу доказать. При всем уважении к современным, даже выдающимся ученым, физикам и аналогичным наукам, даже самые выдающиеся не приблизились к расчетам наших предков. Если правильно сказать, то у наших предков было мозги, как компьютер. И они совсем другими категориями считали. Не, ну сотовые телефоны, как правильно сказать, вот эти, где... Ну, в сказках же яблочко, которое по тарелочке катится. Это ж и есть же этот смартфон или что там. Да, 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 по планшетте круглые. Да, да, да. У нас же дома строили так, чтобы без углов они были. Потому что я вот слушал, не хотел перебивать алмазов. А маленьких деток, все-таки, наверное, где-то угол в доме был, потому что они, взрослые, знали, что угол, он энергию выкачивает. Если ребенок балуется, раз в угол ставили, у него раз кундалини опустилась энергия, все, он успокоился. Вот почему говорят, не сиди на углу стола, энергию выкачивает. Молодец, Вячеславович, молодец. Я просто высказываю. А чтобы кундалини поднять, это надо делать, как этот Юсупова графа этот, Распутин лечил. Это ж отец Юсупова говорит, у меня сын неправильный, он с мужиками общается. Говорит, ты можешь его вылечить? Говорит, ну я ему кундалини подыму. Он ему розгами кундалини подымал. С Распутиным там же вообще не все однозначно, там же много скрывают от нас тех вещей, которые имели место быть. Гришку Конокрада вообще убили и в наказание утопили в лошадиных... Фекалиях. Да, фекалиях. А потом, когда они развернулись и пошли, Гришка вылез. Но вылез уже не Гришка. В этот момент в это тело уже вселилась сильная сущность волхва. Уже мощная, которая понимала, что надо действовать именно там, спасать от войны и так далее. То есть именно того Гришки уже не было. Но был в этом теле уже очень древний, могучий старец, волк, который вот это пошел, скажем, творить светлое доброе. Не знаю, сталкивались ли вы с подобным или нет, но это было. Вот. А вот, кстати, никто никогда не задумывался, почему есть слово кино, а вдруг почему-то собаководов называют кинолог? Вот никто не проводил такую параллель? К чему? Ну, было интересно, но не капал. Да, я сразу все думаю, но как-то... Ну, у меня есть ответ. Дело в том, что... Я, кстати, в одной из своих бесед, в записях говорю. Дело в том, что в Африке жили киноцефалы. Это люди с собачьей головой. И поэтому киноцефал это и есть кинолог, тот, который знает собаковед. Киноцефал. Да, лога, кинолог. Да, точно сказал. Правильно. И даже у славян в одной армии был киноцефал, светлый оказался. Его звали полкан. После этого у наших предков пошла привычка собак полканами называть. Да, это Христопор его звали, хочу сказать. Это другой, это да, это... Я знаю, о ком ты говоришь, это другой был. Да, это был, да, песеглавый. Вот. Поэтому очень... Еще сравнительно, наверное, недавно многие народы, еще 200 лет назад, шарились у нас в ячейки, но постарались и великанов всех извести, и других визуально особей, которые... Это же прям так аккуратно все засчитывали, что так мало денег мало стало. Ну, я хоть как Орвел, да, если правильно я говорю, это... Я его не читал, но мне известно, что там в этой книге описано, что существовала специальная контора, которая каждый день изменяла историю. Вот фактически у нас 200 лет занимаются тем, что историю каждый день специальная контора, иезуиты, мы их условно назовем. Я как-то этимологию слова и разбирал. Вот, то есть иерарх это бог светлый, иегова это бог скота, а иезуиты это боги лжи. О, что-то эхо пошло. Вот. Да, я вас слушаю. Да, в моем случае, вы знаете, мне самому порой приходится, это термин знаком, это на горе дива, или дива на горе, вот у индусов есть такое словосочетание, не сталкивались. Когда наши предки приходили к индусам, ну, предкам этих современных индусов, и пытались на нашем языке им объяснить, у них плохо работало образное мышление, и поэтому выбирали самую толковую девушку, волхвы выбирали, давали ей телепатически большое количество знаний, и она служила сурдопереводчиком. То есть у индусов, они даже, как бы, до сих пор многие даже не знают глубинный смысл дива на горе, а именно это наше слово дева на горе, то есть девушка становилась на возвышенность, и потом в танцы жестами переводила наш древний славянский язык индусам, показывая там гора, река, там, вот этот сленг называется на горе дива, или дева на горе, то есть это у меня вот самого, то есть у меня есть знания, но иногда я захожу в тупик, вот как вот с этой не могу успокоиться с сообщением, что стран нету. То есть я-то понимаю, что их нету, но я не смог людям объяснить, что их нету. Ой-ой-ой, Слава, сейчас такой всплыл образ, это прям ярко высказано, то, что ты сейчас описал, в фильме «300 спартанцев», когда Леонид ходил к богам на дуру, и там женщина просто в таком танце ему объяснила, что ему делать, ни слова не говоря. То есть волк вы, вот эти, там, 12, не знаю, что за сущности, они через мальчик, которые его, да, или оракулы, они через нее сказали ему что-то делать. Угу. Ну я смутно помню этот фильм. Хотя «300 спартанцев» имели место быть, и это наши предки. Они же вообще, у наших предков было, во-первых, такое понятие у знахарей. Лечили любую стадию ранений, заболеваний, за исключением, если голова отсечена, то уже ничего не могли сделать. А вообще не составляло труда поднять война с любым ранением. И наши предки, когда шли в бой, там, с мечами, у них вообще не было такого понятия «погибнуть». То есть они, у них была, во-первых, тактика пятерочки. Пять человек, один за вторым следит, второй за третьим, третий за четвертый, четвертый за первым. И они, как бы, прикрывают друг другу спину и не заморачиваются. Вот. И у наших предков же было вот это состояние, оно сейчас, это слово осталось, «берсерк». Есть такое слово. «Бер» — это медведь, а «серк» — это свирепы. Ну, вообще, у этого слова есть другого значения. Называлось оно «оголтелый». Ну, сейчас мы, «оголтелый» у нас ассоциируется с словом «полоумный» там, или «прешелепковатый», да? А вообще, перед боем наши предки раздевались по пояс, боротались, целовались. То есть, мало ли, вдруг погибнут. И потом ходили в это состояние «берсерка», что это я к 300 спартанцам говорю, почему наши предки. Это были наши предки 300 спартанцев, которые просто и шли с такой огромной скоростью, что противник их даже не успевал видеть. В фильме это неправильно показано. Ну, это, вернее, не неправильно, просто мы бы не поняли, что это... Они двигались просто головы у противников, отлетали, скажем так. Специальное состояние. Они много лет жизни сжигали, да-да. Там такая просто замедленная идет развязка, что они... Но я уверен, что они очень бы там двигались, но показали это очень медленно, что они там в 10-м, 1-го, 2-го на пароле на штык, а противник даже не успевает ничего сделать. Они, наверное, и хотели так передать, просто... Ну, да, по сути, извини, что перебиваю, получается, наши предки псевдо замедляли время, то есть они как бы оставались в замедленной съемке противника, а наши предки проживали как бы реальное время. Они оставались все продумать, посмотреть друг за друга. Обладали, обладали. Ну, в Шерлок-Холмсе очень стилизовано, наглядно показано, как он рассчитывает. Вот этот последний свежий, когда там подворотник дерется, да, он там... Ну, сигануть, да, в детстве мы использовали. Сигануть с крыши. Я к времени скептически отношусь, потому что я знаю абсолютно достоверно, что мы живем одновременно в прошлом, будущем и настоящем. Немножко не так. В основном человек создает вот это время, то есть рядом с ним может находиться человек, который находится в другом времени. Это хороший пример, когда положительно заканчивается какое-нибудь автомобильное крушение, когда человек, для него время замедляется, и он начинает это действовать, именно как в замедленной съемке, и выходит из ситуации. Поэтому не время, которое в пространстве, оно относительно статично, а люди создают вокруг себя вот это, скажем так. Но и все равно остается процент, что существуют, назовем их так, временные воронки, которые... Дело в том, что я никакую информацию никогда не отсекаю, я ее дополняю. То есть любая озвученная человеком информация, она уже по умолчанию имеет место быть. Это не фантазия, это так оно и есть. Поэтому и человек создает вокруг себя время, и время есть воронки, которые в разных местах текут по-разному. Вот, да, я тоже согласен. Кстати, чем выше, тем время идет медленнее. Почему многие миллиардеры, небоскребы все построили, и на высоте стараются жить. И вот горцы живут в горах. В горах, парадоксально, время чуть-чуть медленнее идет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!